О главных событиях в мире к этому часу. Китайская полиция арестовала капитана пассажирского круизного теплохода «Звезда Востока». В Великобритании, которая все больше опасается угрозы внутреннего терроризма, в школах был проведен антиэкстремистский опрос. Власти США настаивают на том, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноудер должен вернуться на родину и предстать пред судом. Китайская полиция арестовала капитана пассажирского круизного теплохода «Звезда Востока». Корабль потерпел крушение на реке Янззы накануне вечером. На борту судна находились 458 человек. По последним данным, спасены 13 пассажиров и членов экипажа. Найдены тела пяти погибших. Теплоход перевернулся во время сильного шторма и затонул в течение двух минут. Спасатели определили место катастрофы визуально. Сквозь толщу воды был виден киль перевернувшегося судна. Водолазы не исключают, что внутри затопленного корпуса могли образоваться воздушные пузыри, в которых могут оставаться выжившие. Туристический теплоход «Звезда Востока» следовал из Нанкина в Чунцин. Судно во время сильного циклона затонуло в районе города Цзянли. Трагедия произошла в 21-28 по китайскому времени. На борту теплохода находилось 47 членов экипажа, 5 туристических гидов и 405 пассажиров. Все они граждане Китая. Великобритания все больше опасается угрозы внутреннего терроризма. В школах одной из районов на востоке Лондона, где мусульмане составляют 22% населения, по инициативе местного совета был проведен антиэкстремистский опрос. Он вызвал возмущение в обществе и подвергся критике со стороны правозащитников. «Трудно не согласиться с тем, что следующее заявление кажется, мягко говоря, сомнительным. Я сделаю то, что мне скажут взрослые, даже если это покажется мне странным. Среди прочих утверждений в рамках опроса, проведенных в одной из лондонских школ, можно было встретить такие. «У меня есть предназначение, данное Богом. Я считаю, что моя религия единственно верная. И даже такой. Если бы ученик высмеивал мою национальность или религию, я бы попытался остановить его, даже если бы мне пришлось сделать ему больно». На тест сразу же обрушился шквал негодований и критики. Организация «Исламская комиссия по правам человека» назвала проект откровенно российским, исламофобским и дискриминационным по отношению к детям из мусульманских семей. Волна возмущений прокатилась по социальным сетям. Пользователи сети микроблогов считают, что этот опрос выставляет мусульманских детей преступниками, заставляя их чувствовать себя изгоями и подрывает их доверие государству. Изначально на сайте проекта было указано, что цель данного опроса – выявить первые признаки радикализма. Позднее эту формулировку убрали. Сначала представители школы утверждали, что проект неправильно поняли. Однако через неделю они сделали официальное заявление, согласно которому руководство учебного заведения не знало о тесте и поэтому не могло оценить качество опроса. Кроме того, по их словам, опрос предполагалось провести анонимно, хотя графа для указания имени в анкете была. Насколько нам известно, представители местного совета признали, что им следует провести работу над ошибками. Они также подтвердили, что анкеты уже заполнили более 250 учеников. Власти США настаивают на том, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноудер должен вернуться на родину и предстать перед судом. Об этом накануне заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест. В ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались о возможности пересмотреть дело Сноудера. Эрнест ответил отрицательно на данный вопрос. «Сноудер обвиняется в очень серьезных преступлениях. Мы считаем, что он должен вернуться в США и предстать пред судом», сказал представитель Белого дома. При этом он подчеркнул, что для тех, кто совершает подобные разоблачения, есть механизм, позволяющий им выражать свои опасения. Однако Эрнест не уточнил, в чем заключается этот механизм. В США Сноудеру предъявлены обвинения в разглашении секретной информации. Он передал СМИ документы о программах электронной слежки АНБ. В июле 2013 года бежал из США в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. В июле 2013 года бежал из США.